К моменту, когда я впервые посмотрел «Битву экстрасенсов», уже прошло 14 сезонов телешоу. 14 раз ведущий телепроекта объявил финалистов и победителей в испытаниях на паранормальные способности. Имя победителя «Битвы экстрасенсов»? Тогда я еще не знал о последствиях, об индустрии, которая скрывается за всего лишь развлекательным шоу. Я не знал, с каким масштабным обманом столкнулся. Я не верил ни в каких магов и 7 лет не смотрел телевизор и думал, что в «Битве экстрасенсов» вымышленные сюжеты со сценарием и актерами. Псевдореалити, что-то среднее между фэнтези-сериалом и передачей «Час суда». Но потом я понял, что победители «Битвы экстрасенсов» получали не только стеклянную награду, но и широкую славу великих провидцев. После победы к ним выстраиваются очереди. На обучение ясновидению и сеансы предсказаний, на снятие порчи и проклятий. Экстрасенсы ведут массовые тренинги и семинары о том, как надо жить, как раскрывать чакры и сверхспособности. Эти провидцы становятся гостями радиоэфиров и экспертами популярных ток-шоу. Они пишут книги, а их жизнь и достижения освещают популярные издания. Удивительно, но до участия в телепроекте об их паранормальном даре не знал никто. Одна в прошлом трудилась медсестрой, другой мог работать на таможне, третий торговал сотовыми телефонами и проигрывал последние деньги в покер. А кто-то незадолго до своего триумфа сидел в колонии или даже был бандитом в 90-х. С вами Даша! Как создавался величайший медийный обман со времен телесеансов Кашпировского и Чумака? Кто наживается на заблуждениях миллионов людей и какие волшебные силы превращают никому неизвестных гадких утят в суперзвезд-эзотерики стоимостью 90 тысяч в час? Я часто слышу мнение, это же просто шоу, задача которого только развлечь зрителя, ничего более. Но это мнение поверхностно. Телепроект Битвы экстрасенсов несет ощутимый вред. Именно Битва экстрасенсов задает тренд мистических телешоу. За 11 лет популярность телепроекта на ТНТ только растет. Телерейтинги и миллионы просмотров в интернете говорят об этом. Продюсеры других российских и зарубежных телеканалов создают аналогичные шоу, пытаются повторить столь феноменальный успех и тем самым вносят вклад в распространение мистических убеждений. Экстрасенсы в этих шоу якобы находят вещи и пропавших людей, расследуют преступления, снимают порчи и общаются с душами умерших. По опросам в ЦИОМ, от третьей до половины россиян верят в подобное. Многие люди всерьез обращаются в такие передачи за помощью. Некоторые из реальных историй обычных людей попадают в эфир. Это истории о погибших детях и мужьях, проблемах в личной жизни и беспокойном духе в квартире, случаи, когда люди потеряли надежду на справедливость и веру в завтрашний день. Когда они запутались и не понимают, как жить дальше. Люди надеются, что экстрасенсы помогут разобраться. И эти надежды подкрепляются с каждым новым выпуском, с каждым новым сезоном мистического телепроекта. Я хочу еще раз напомнить, что герои нашей программы – это реальные люди. Их истории, судьбы и эмоции абсолютно настоящие. В каждой серии «Битвы экстрасенсов» на миллионную аудиторию транслируют идею о том, что магия и обладатели третьего глаза совсем рядом. Занимайте очередь, прикоснитесь к нашей силе. Каждый хотел поговорить с ней о личном. Профессор Пол Брюер изучает, как сообщения о паранормальных явлениях в медиа влияют на веру и представление людей. Ученый в своем эксперименте показал очевидную истину. То, что представлено людям как научное, кажется им более внушительным и правдоподобным. Добавьте в статью или в сюжет телепередачи с экстрасенсами человека, который выглядит серьезным ученым, и рассказы о научных исследованиях. И многие действительно поверят в паранормальные способности. Опыты ученых доказывают. Люди со сверхъестественными способностями могут определить даже причину смерти человека по его фотографии. Битвей экстрасенсов был такой серьезный ученый. Вместе с другими советскими учеными он исследовал необычных людей в специально созданной лаборатории. Доктор Михаил Викторович Виноградов в первых восьми сезонах телешоу выполнял роль научного эксперта и помогал в поисках экстрасенсов. Я занимался спецотбором без, как теперь говорят, права на ошибку почти 40 лет. Собиратель экстрасенсов, как он сам себя называет. Если верить сайту Центра Виноградова, он автор более 150 научных работ и 5 монографий. Вот только в российском индексе научного цитирования нет никаких сведений о диссертации Виноградова, ни одного упоминания научной работы или исследования и ни одной монографии. Кроме того, столетние попытки доказать в рамках науки существование паранормальных способностей провалились. Ни одна из ведущих научных организаций в мире не признает существование экстрасенсорики, ясновидения или других оккультных сил. И нет надежного научного теста, который хоть раз показал наличие таких способностей у людей. Тестов проводилось немало, но по научным меркам одни были низкого качества, другие не дали положительного результата, а третьи и вовсе оказались мистификациями. Несмотря на этот факт, из сезона в сезон массовые аудитории повторяют одно и то же, как в назойливой рекламе. Ученые доказали, экстрасенсы существуют, они среди нас. Каждый год повторяют, как очередные экстрасенсы справляются со сложными испытаниями в присутствии знаменитостей и людей в погонах. Люди со сверхспособностями помогают раскрывать преступления. Работа следователей и экстрасенсов дает удивительные результаты. И этот факт признают все больше сотрудников правоохранительных органов. Мы готовы хоть в бубен стучать. Хорошо известен эффект от присутствия в сюжете уважаемых людей. Такой информации доверяют больше. Вот, например, сюжет о пропавшей невесте в Рязани. Этого никогда не показывали по телевизору. Сыщики ведут расследование вместе с ясновидящими. Экстрасенсы навязали нам свою работу. Мы их попросили об этом. Люди со сверхспособностями ищут пропавшую невесту. На самом деле, все, что вы видите на экране, результат преувеличений и искажений. Не существует хорошо задокументированных случаев, когда преступления раскрывали с помощью ясновидения. Следствие подтвердило абсолютно все, что почувствовали люди со сверхспособностями. Рязанские сыщики не скрывают, что без помощи экстрасенсов дело о пропавшей невесте могло так и остаться нераскрытым. Я читал историю раскрытия преступления о пропавшей невесте Марии Мишиной и выяснил, что помогли вовсе не экстрасенсы. Тело убитой нашли, а дело раскрыли лишь благодаря работе полицейских сыщиков и системе спутниковой навигации, установленной в автомобиле убийцы. Но в сюжете лавры достаются экстрасенсам, а не следователям. И все подается так, чтобы зритель поверил. Узнать правду о той роковой ночи родные Маши решили у экстрасенсов. Тех самых, благодаря которым удалось так быстро раскрыть это страшное преступление. Но что это такое? Недобросовестная реклама услуг экстрасенсов? Результат безответственных деяний авторов телешоу? Или целенаправленная пропаганда мистики и оккультизма? Грамотный монтаж сцен, актерская игра, искажение фактов, предварительный сбор и слив информации. Вот, пожалуй, главные составляющие процесса создания сюжетов битвы экстрасенсов и аналогичных телепроектов. Я не буду подробно рассказывать о том, как именно фабрикуются сюжеты, чтобы в них поверили. Ссылки на мои видео об этом вы найдете в описании. Сейчас узнаем, с чего все начиналось. Окунемся в историю создания медийного тренда и послушаем участника тех событий. Меня зовут Лоскутов Олег. В свое время я работал на телеканале ТНТ. Сначала ресерчером. Это человек, который работает в кастинг-группе. Потом уже редактором телепроекта «Битва экстрасенсов». Отмотаем время назад. Добро пожаловать на «Битву экстрасенсов». Мы начинаем самый масштабный в России поиск людей, обладающих паранормальными способностями. 25 февраля 2007 года. В эфир выходит первая серия «Битвы экстрасенсов». Результат – месяцев работы команды, до сих пор во главе которой продюсер Мария Шайкевич. Ранее она уже создавала другие популярные реалити-проекты на ТНТ. Над сценариями и подбором участников «Битвы экстрасенсов» трудились и другие продюсеры, а также кастинг-менеджеры, редакторы. Они почти всегда остаются за кадром, хотя их роль в проекте очень важна. Я пообщался с одним из участников этой команды. Сначала он занимался кастингом участников «Битвы экстрасенсов», а затем там же работал редактором. В качестве редактора на «Битве экстрасенсов» я отработал три сезона. Забегу немного вперед. Самый сильный экстрасенс на съемочной площадке – нет, не кто-то из этих персонажей. Всевидящий бог здесь – редактор. Ведь именно ему известны все детали, истории героев и особенности испытаний. Именно редактор знает заранее, кто из присутствующих алкоголик, наркоман, кто сидел в тюрьме или скоро родит ребенка. И дело не в ясновидении, а в умении собирать и готовить информацию. То есть я как редактор, я владею на момент съемки этой истории, я должен владеть, во всяком случае, информацией всей, чтобы не было никакого провала. Но вернемся к этапу создания телешоу. Шекспир, Шерлок Холмс, Гарри Поттер. Объединяет их одно – Родина. Великобритания. Здесь же впервые вышло телешоу «Псайкик Челлендж» – прародитель битвы экстрасенсов. Однажды диск с этой передачей попал в ТНТ. Продюсеры решили позаимствовать формат, и так началась история создания российской битвы экстрасенсов. Шоу 2006 год. Тогда Олег еще работал в телевизионной кастинг-группе. Задача кастинг-группы – набрать людей на съемки нового телепроекта. Для первого сезона нужны были участники – экстрасенсы. Но где их искать? Можно просто набрать актеров массовки. Но они не подходили, ведь шоу тогда будет выглядеть будто афорией. А платить профессиональным актерам слишком накладно. Героев для первого сезона искали по объявлениям в прессе. Гадаю. 700 рублей. Мощные обряды. Сильнейшая цыганская магия. В таких журналах до сих пор можно найти подобную рекламу. Здравствуйте, я с канала ТНТ. Мы ищем ясновидящих для нового телепроекта. Что вы умеете? Вы придете на кастинг? Алло. Очень большой процент людей отказывался. Потому что, я поясню почему. Потому что одно дело, когда ты по объявлению к тебе там за 500 рублей идут люди гадать. А другое дело, когда тебя будут показывать на всю страну. Это несколько другая ответственность. И, видимо, люди боялись этой ответственности и отказывались. То есть, на первый сезон битвы экстрасенсов было очень сложно собрать людей. И все же некоторые, самые отчаянные экстрасенсы, астрологи, гадалки и хироманты приходили на собеседование. Кого-то отсеивали сразу. Приходили, ну, будем говорить, даже нездоровые люди, которые думали, что они что-то умеют. Тех же, кто умел более-менее четко и интересно говорить, приглашали на съемки первого испытания. Также обзванивали тех, кто работал в магических салонах. Которые хоть как-то, значит, говорили о своих способностях внятно, доходчиво и правдоподобно. На кастинге проводили тесты. Три конверта. В одном из них деньги, в другом фотография человека, а в третьем пусто. Стоило верно угадать хотя бы один конверт и добро пожаловать на отборочный тур. Эти люди доказали нам, что могут видеть сквозь любые преграды. Будь это черная ширма или картон. Они почувствовали живую энергию в неживом объекте. Они смогли рассказать судьбу человека, не видя и не слыша его. Но на кастинге таких чудес нет. Меня мало уже чем экстрасенсы могут удивить, потому что, в принципе, ни один человек, который со мной беседовал и с которым я беседовал, никогда не рассказал обо мне того, что я хочу от него услышать. А так, да, на кастинге это было так внезапно, я правильно сказал только про один конверт. Забавно, забавно. И вот первый день съемок. Первые испытания на ясновидение выберут сильнейших из тех, кто прошел предварительный отбор на чистом везении или харизме. Тогда еще ведущий Михаил Пореченков объявил... Нам пришли более тысячи человек. ...что было неправдой. Как бы создатели не пытались завуалировать с помощью монтажа на малое количество претендентов, это все равно было видно. Участников здесь не более тридцати. Только девять из них попадут в проект и получат статус настоящих экстрасенсов. Вот они. Девять лучших. Девять героев, которые прошли огромный отбор. Для этого им пришлось пройти сложнейшие испытания. Ширма, багажник, мистер Икс. Потом, спустя 10 лет, Михаил Пореченков раскается и признает, что это был обман. Но о признании федеральные каналы будут молчать. Вот вы были ведущим в «Экстрасенсах». Блестяще. Спасибо за задание. Удобные вопросы? Спасибо. Ваше мнение, экстрасенсы – это чудо или фокус? Жулики! Первые испытания битвы экстрасенсов выявляют много, но не экстрасенсорные способности. Для создателей телешоу важно другое. Это некий один уровень отсева людей, которые пойдут дальше. Здесь проверяется многое. Как человек говорит, любит ли его камера, как он себя ведет на съемочной площадке. То есть, если человек выкладывается театрально, потому что я не верю, что он порезал руку и пошлепал по черепу барана, и кто-то там пришел, какой-то дух и подсказал, я в это не верю. Но если человек в это верит и хорошо это красиво показывает, зрителям это понравится. Итак, у нас осталась только одна участница. Удастся ли ей хоть как-то изменить ситуацию? Отлично. Пойдем со мной. Продюсеры «Битвы» решили, что зрителю больше всех понравится Наталья Воротникова. Еще в первой серии на испытании с багажниками Наталья проявила себя фавориткой всего сезона. И дело даже не в том, что она нашла человека в багажнике. Легко могли это подсказать. Она как собака стала ходить и искать. Она просто каждую машину прожигала своим взглядом. В первом выпуске есть момент, который, возможно, предопределил судьбу Натальи Воротниковой как победителя. У Воротниковой очень хорошо себя, ну как, она не очень хорошо себя преподносила, были намного ярче персонажи. Просто там была в момент съемки, она пришла, Воротникова, в такой шляпе, и она как-то так... Вышла, так, раз, стоять, зажгла взгляд и пошла прожигать все насквозь. Такая девальщинка в ней была, вот что-то из черной магии даже, если можно так сказать. В ней все это было, то, во что хочется верить. Конечно, на одной харизме и везении далеко не уедешь, и никакой третий глаз не помогал успешно проходить испытания. Но откуда экстрасенс на испытании узнает информацию, если он не экстрасенс? Ответ напрашивается сам с собой. Значит, он подружился с кем-то из редакторов настолько, что редактор, рискуя своей должностью, рискуя своим положением, мог сливать вот такую информацию. Как я уже говорил, редактор владеет всей информацией. Редактор заранее опрашивает героев испытаний и находит информацию о деле по любым источникам, до которых может добраться. Да, герои истории, где произошли всяческие разные трагедии, болезни и так далее, это настоящие люди. Битва экстрасенсов с самого начала создавалась с упором на неподдельные эмоции героев в кадре. Многие до сих пор считают, что все здесь постановка, но это абсурд. Ясновидение, да, оно фальшивое, но, как правило, не герои сюжетов. Если экстрасенс говорит, что в этом пожаре сгорела синяя картина, и об этом знают только родственники и редактор, а родственники часто за монитором сидят и говорят, там правда была синяя картина, вот, вот он настоящий экстрасенс. И эти моменты создают у зрителя ощущение реальности происходящего. Ведь если на экране простые люди, такие же, как зритель, с настоящими историями и эмоциями, значит и экстрасенсы настоящие, и, быть может, они действительно помогают. Хотя помогают тут только редакторы за кадром, и только тем, кого называют ясновидящими. Это настоящие ясновидящие. Олег Лоскутов был не только свидетелем этого, но и сам привел к победе в первом сезоне Наталью Воротникову. На момент своего прихода в битву экстрасенсов Воротникова уже работала в магическом центре. Волшебная сила в этом центре Воротникова принимает до сих пор. Победа в сезоне обещала огромный поток желающих попасть на прием, а значит, и немалую прибыль. Руководители таких центров всегда старались найти какие-то выходы, дружбы с редакторами испытаний. Ну, с теми людьми, которые окружают экстрасенсов, для того, чтобы каким-то образом заручиться помощью, поддержкой, какими-то мелкими-мелкими или крупными связями, для того, чтобы их экстрасенсы, которые работают в их организациях, они выходили на первые места. Сегодня мы знаем, сколько Воротникова берет за свой прием. Центр Волшебная сила, здравствуйте. Здравствуйте. Покажите, пожалуйста, сколько стоит прием у Воротникова? У Воротникова 40 тысяч рублей прием. Руководитель центра «Волшебная сила» нашла подход к редактору испытаний. Это показывает финал первого сезона, история про разбившийся самолет и выжившую стюардессу. Это испытание было ключевое, после которого как бы решалась судьба победителя. Вот именно это испытание Воротникова до испытания, соответственно, она знала от и до. Я зарегистрировал некую почту, просто вот новую абсолютно почту, дал от этой почты пароль руководителю центра, где работала Воротникова, в нужное время, когда я уже знал, вот какое испытание будет, всю историю этого испытания. Короче, в этом это письмо содержало весь исходный материал испытания. Машина упала с неба. Это самолет, это крушение. Вы связаны с этим местом. Значит, вы были на этом самолете. Ваша энергетика здесь, но вы живая. Скорее всего, стюардесса. Вы правы. Абсолютно. Интересно знать, сколько Олег Лоскотов получил денег за эту информацию. Мы никогда не договаривались с руководителем центра о какой-либо сумме. И я склонен ему верить. Правда, он признал, что уже после окончания сезона руководитель магического центра, в котором работает Воротникова, вручил некий конверт как благодарность. Но никаких ценников за информацию заранее не оговаривалось. Я думаю, что так все и было поначалу. В первом сезоне вряд ли кто-то отдавал себе отчет, сколько может стоить слив информации экстрасенсам. И вряд ли кто-то до конца понимал тогда масштаб последствий. Ведь в первую очередь нужно было создавать шоу. Нужны были финалисты, яркий победитель. И точно никто не мог знать, что шоу продлят на новый сезон. И все же некоторую ответственность создатели битвы экстрасенсов осознавали уже после первых серий. Когда был виден отклик, приходило все больше писем о помощи, рейтинги стали расти, а вместе с этим и популярность магических салонов. И уже, видимо, тогда, понимая, что за всем этим стоит, ну, что-то не совсем правильное, Мария Шайкевич произнесла фразу, которая мне очень запомнилась. Мы сидели все в редакторской, обсуждали очередное какое-то испытание. И вот тогда она произнесла такую фразу «Гореть нам всем в аду за эту программу». Но это уже было почти невозможно остановить. Ажиотаж вокруг шоу рос с каждым новым сезоном. Потом уже не нужно было звонить по салонам и упрашивать магов с гадалками прийти на кастинг. Они шли за славой сами. Иногда просто с улицы. То, что тогда происходило, это просто детский сад по сравнению с то, что происходит сейчас. Сейчас, сейчас. И теперь мы знаем, кого породили создатели битвы экстрасенсов. Например, победитель шестого сезона Александр Литвин. Весь с виду интеллигентный, пожилой, в очках, прям профессор. Пишет книжки, ведет семинары, дает прогнозы. А вот видеозапись его личного приема по скайпу. За 15-минутную болтовню о несуществующем джетлаге и за магические советы по питанию Литвин берет 30 тысяч рублей. 30 тысяч за пару бесполезных рекомендаций инвалиду в депрессии, у которого пенсия всего 8 тысяч. Только послушайте этот бред по ссылке в описании. Долгие годы Зулья Раджабова отчаянно сопротивлялась своему дару. Никому неизвестное до участия в битве экстрасенсов после своей победы во втором сезоне в СМИ Раджабову называют «Новой российской вангой». Провидится в девятом поколении с фантастическим ценником. Это за один прием. В каком из 30 чемоданов спрятан живой человек? В одном из чемоданов прятался артист кино. Маленький человек. То есть вы уверены? Маленький человек там еще. Маленький человек. Зулья Раджабовой слили информацию, как выглядит человек, что за человек, во что он одет. Но она, может быть, растерялась, может быть, волновалась. Это либо коробка, либо ящик, я сказала даже, это чемодан, либо здесь мужчина маленького роста в голубом пиджаке. И Зулья Раджабова открыла не тот чемодан. То есть человека она не нашла. Ну, в принципе, вы поняли, что здесь его нет. Она до такой степени разнервничалась, что стала вливать вот всю информацию, которую, видимо, слили ей редактора. Вот уже вторая ясновидящая уходит со съемочной площадки ни с чем. А вот Алексей Пахабов. Массовик-затейник. Победитель седьмого сезона открыл целый центр астрологов и тарологов. Сам устраивает массовые тренинги по магическим практикам. Хотя единственный реальный талант Алексея – умение очаровывать и продавать воздух. Не зря он дружит с инфобизнесменами. Все вот духовно развиваются. Почему ты стал ругаться матом? У тебя все хорошо? Нет, все ху**ло! Решили, что победителем девятой битвы экстрасенсов становится Наталья Бантеева. Королева питерских ведьм создала свой университет бесполезной магии. На сайте Пятого канала есть чудная запись личного приема Бантеевой. Журналиста под прикрытием. Ведьма целых 20 минут пыталась лечить от алкоголизма. Все, что мне желали, все себе забрали. Я меняю алкоголь на афродизиак. Да будет так. Вжух! И нет 15 тысяч. Говорите, меняю алкалоиды на афродизиак. Так надо сделать только все 21 день. Больше ничего делать не надо. Мы вообще создатели битвы экстрасенсов. И редактора, и те, кто вообще за это ответственен. Мы вырастили монстра. Мы реально вырастили монстра, который ничего не умеет, который, по сути своей, чаще всего безграмотный. Он не психолог. Он с придуманной историей. Она написана с чистого листа. Ни одного, в общем, в принципе, ни одного экстрасенса, к которому сейчас идет вся страна, народ до этого никогда не знал. То есть, я вчера продавала сыр на рынке, а сегодня я пишу книгу мертвых. Я в первом сезоне сделал Воротникову. Кто-то еще в каком-то сезоне кого-то сделал. И они стали победителями. Они стали востребованными. Они стали ломить ценники. Но я уверен, что ни один человек на этих приемах не получает того волшебства, той магии, той экстрасенсорики, которую они видят на экране. Мы вырастили монстр под названием экстрасенс-победитель программы битвы экстрасенсов. Итак, проект на развлекательном телеканале изначально не задумывался как реклама аферистов и как пропаганда мистики. Но битва экстрасенсов очень быстро вышла из-под контроля и продолжает плодить шарлатанов. Всему виной погоня за рейтингами, алчность и безответственность создателей этого мистического конвейера. И если его нельзя остановить, то хотя бы можно донести информацию о роли масс-медиа в продвижении паранормального обмана. Хотите узнать больше о том, что происходит за кулисами телепроекта с экстрасенсами? Я создал отдельный канал, на котором опубликую все части интервью с Олегом Лоскутовым. Он не только стоял у истоков битвы, но и долгие годы работал с теми, кто называет себя экстрасенсами. Распространяйте материалы расследования под хэштегом ExtrasenseGate. Также вы можете стать спонсором. Расследование требует затрат, поэтому надеюсь на вашу поддержку. Если же вы владеете информацией, которая прольет свет на деятельность магических центров и экстрасенсов, свяжитесь со мной. А следующую часть своего расследования я посвящу работе центра «Волшебная сила», в котором работают победители и финалисты первых сезонов битвы экстрасенсов. Выведем всех их на чистую воду. Следите за новостями и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok